В Сочи участятся проверки маломерных судов и водных аттракционов. Одна из причин – ЧП в Джубге. Там утонули две женщины. В этом году «Мэра Сочи» выберут депутаты. Процедуру разделили на два этапа, а еще выдвиженцам поставят оценки за ответы. Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности, а самым крепким семьям Сочи вручили медали. Перевыполнили план. В военкомате сегодня отправили в армию последнюю партию весеннего призыва. Государственное имущество обязано эффективно использоваться. Губернатор Краснодарского края обсудил работу с объектами федеральной собственности на встрече с главой Росимущества. Вениамин Кондратьев и Вадим Яковенко говорили о передаче части объектов в муниципальное ведение. «Принципиально было важным для нас, и опять благодаря вашей поддержке, было передано из федеральной собственности в муниципальную собственность 56 пляжей. Это абсолютно логично. Пляжи должны находиться в руках муниципальных образований, иначе как не скажешь, потому что именно эти руки обеспечат их и, конечно, качественное использование, и отсутствие мусора, и захламление пляжей, потому что глава муниципалитета, он освещает муниципальную собственность, и она находится рядом с ним, в его поле зрения, и теперь уже в зоне ответственности. И он никогда не скажет, что это федеральная, и дальше ко мне никаких вопросов нет. Я хотел бы поблагодарить вас, детальный орган в лице руководителя, за очень оперативное взаимодействие, очень качественное взаимодействие». «Что касается объектов, находящихся на Черноморском, на Азовском побережье, ну, несомненно, тут тоже есть у нас полное взаимопонимание. Я разделяю, что собственник муниципалитета, он содержит эти объекты, он их развивает, он привлекает туда инвестиции, в конце концов. И это все в итоге сказывается на благосостоянии, на благополучии граждан». На встрече говорили и о будущем завода имени Седина в Краснодаре. Сейчас там находится инновационный станок, который с минимальными погрешностями может обрабатывать очень крупные детали. Его еще называют макроцентром. Подобного оборудования в России больше нет. Стоит оно 300 миллионов рублей и, по сути, простаивает без дела. Вениамин Кондратьев попросил главу Росумущества ускорить процесс передачи станка в собственность региона, чтобы развивать промышленность на Кубани. «Важно сегодня, это, конечно, где-то восстановление, развитие промышленного потенциала нашего края. Сегодня завод имени Седина, который встал уже в строй, нуждается в макроцентре. И сегодня при вашей поддержке, я надеюсь, все процедуры, связанные с передачей макроцентра в краевую собственность, передачи его новому сегодня собственнику завода имени Седина, я надеюсь, будет способствовать тому, что мы еще в скорейшее, в ближайшее время увидим мощное развитие завода имени Седина, которое и когда-то было». «По передаче этого станка макроцентра действительно мы разделяем эту позицию. Мы сейчас осуществляем ряд мероприятий. И вы правильно сказали, это был бренд всесоюзный, это станки, которые поставлялись по всему миру, и в Германию, и в Японию. И очень здорово, что на сегодняшний день у вас, у властей Краснодарского края, есть такое желание воссоздать былую славу». Также сегодня глава Росимущества встретился с представителями региональных территориальных отделений Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Вадиму Яковенко доложили о динамике поступлений в бюджет денег, в том числе от сдачи в аренду федеральных недвижимости и земель. В Сочи объявляют конкурс по отбору кандидатур на пост главы города в связи с истечением срока полномочий действующего мэра Анатолия Пахомова. Напомню, на этот раз городоначальника в Сочи выберут депутаты. Конкурс стартует 30 июля. Срок полномочий Анатолия Пахомова истекает 8 сентября. Сегодня же депутаты обсудили порядок проведения конкурса по избранию главы города. Итак, претендентов на кресло мэра отныне отбирает конкурсная комиссия из 8 человек. Четыре представителя города Сочи, еще четверых назначат распоряжением губернатора. Комиссия отберет нескольких кандидатов, из которых местные депутаты выберут мэра. От Сочи в комиссию входят председатель городского собрания и его заместитель, председатель избиркома города и руководитель филиала общественной организации Герои Отечества. Конкурс назначен на 10 сентября. 30 июля начнется прием документов от желающих участвовать в выборах. Подать документы может любой желающий старше 21 года с высшим образованием и пятилетним опытом работы на руководящей должности, либо трехлетним на высших должностях муниципальной или государственной службы. Как практика показывает, что заявлений бывает много на должность мэра. Поэтому конкурс, он будет, эта процедура, она будет разделена на две части. Первая часть это прием документов и проверка достоверности этих данных. Те, кто пройдут этот этап, он будет допущен уже собственно к конкурсу, то есть к собеседованию, где и будет выясняться знание и готовность его возглавить наш город. Система будет бальная. Каждому будет предоставлена возможность одинаково по времени комиссия решить, поскольку он должен высказать свое видение, свои планы, прогнозы, как он будет руководить нашим городом. В рамках собеседования кандидатам на пост главы Сочи члены комиссии будут задавать вопросы. За каждый ответ определенное количество баллов. Финалисты решением комиссии будут внесены в бюллетень для тайного голосования. 10 сентября будет как раз собеседование, собственно, конкурс проходить. Вот когда определятся лидеры. После этого в течение 7-10 дней будет назначена сессия. И на сессию уже будет избран мэр города. Практически это та же самая процедура, которая была в нашей муниципальной избирательной комиссии, только теперь это будет конкурсная комиссия на базе городского собрания. Напомню, больше всем миром за городоначальников в Сочи не голосуют. Госдума приняла поправки, которые считаются революционными для системы местного самоуправления. Субъекты федерации стали по очереди отказываться от принципа прямых выборов, заменяя их голосованием депутатов местных законодательных органов. В Сочи участятся проверки маломерных судов и водных аттракционов. Одна из причин – трагедия, произошедшая в пятницу в поселке Джубга. В сотне метров от берега перевернулся катер. Погибли две женщины. По предварительным данным, судно было перегружено. Капитан катера взят под стражу, а на побережье начались проверки маломерных судов. Солнце, море, ветер, романтика, да и только. Этим настроением отдыхающих на курортах часто пользуются недобросовестные предприниматели. Проверки на суши и на воде в Сочи проходят регулярно, но в связи с ЧП в Туапсинском районе решили устроить внеплановый объезд. Муниципалитет не имеет права разрешить или запретить бизнес на воде, но зато может контролировать, как он ведется, и сообщать о результатах региональному управлению. Договора водопользования выдает Кубанское водное бассейнное управление без согласований с нами. Поэтому все технические зоны, которые находятся на территории нашего города, они появляются, к сожалению, без нашего ведома. Но наша задача – это обеспечить их безопасное функционирование, без каких-то трагических случаев. Это пляжи Догомыса. Почти на каждом отдыхающим предлагают прокатиться на надувном банане, плюшке, сесть на катамаран или катер. Стоимость услуги – от 200 рублей. Именно здесь комиссия фиксирует и первое нарушение. Вы в курсе, что нельзя гидроциклом таскать плюшки, бананы, только катер? Я не готов. А кто управлял гидроциклом? У водителя есть судовой билет, но мужчина так и не смог предъявить права на управление гидроциклом. Ему выписывают штраф. Если нарушения будут зафиксированы повторно, водный транспорт могут арестовать. Одна из пляжных новинок – сапсерфинг. Доску и весло выдают всем желающим. А вот обязательных спасательных жилетов, видимо, не хватает. Молодые люди, за жилетами! Вперед, на берег! Пункты сапсерфинга инспекторы тоже проверяют. Информацию о всех нарушениях отправляют и арендаторам пляжей. Они тоже в ответе за то, что происходит на их территориях. Тем более, есть претензии и к самим пляжам. Какие недостатки встречаются? Это отсутствие буйковых ограждений в связи с тем, что шторм прошел, буйки посмывало. Водопользователи вовремя не восстанавливают буйковые ограждения. Также вы видели, что на некоторых пляжах сейчас были неукомплектованы спасательные лодки. Все пляжи Сочи перед сезоном получили паспорта готовности. То есть показали, что оснащены всем необходимым. А вот как идет реальная работа летом, периодически проверяют вот такие комиссии. Чем больше список нарушений за нынешний сезон, тем меньше шансов на аренду этой территории в следующем году. Галина Моисеева, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи пройдет плановая проверка сирен. Ее проведет региональное министерство гражданской обороны. Сирены будут звучать в понедельник, 15 июля, в промежуток с 10.45 до полудня. По этому сигналу необходимо переключить телевизоры на любой из 10 общероссийских, общедоступных каналов, а радио на первую программу «Радио России» и прослушать специальные сообщения. Такие проверки в Сочи проходят регулярно. Жители гостей курорта просят при звуках сирены не паниковать и отнестись к учениям с пониманием. Продолжаем выпуск. Жители России предложили проверять на алкоголизм перед выдачей водительских прав. Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн, передает «Интерфакс». Брюн отметил, что Минздрав уже подготовил поправки к порядку проведения водительских медкомиссий, которые предполагают сдачу теста на злоупотребление алкоголем. Однако предлагается еще ввести отсрочку в получении водительских прав в случае, если тест подтверждает злоупотребление. Через месяц человек сможет пройти тест снова. Совсем запретить получение прав было бы противозакона. Как стало известно ранее, в России за последние 10 лет через суд лишили прав почти 80 тысяч водителей из-за наркомании, алкоголизма и психических расстройств. А в Сочи сегодня провожали тех, кто успешно медкомиссию прошел. В военкомате отправили в армию последнюю партию весеннего призыва. Здравия желаю, товарищи призывники! Здравия желаю, товарищ полковник! Эти ребята еще не присягали родине, но к армийскому распорядку готовы. Уходят на год с желанием служить. Поэтому слезы здесь только материнские. Сегодняшние призывники понимают, без военного билета на достойную работу не устроишься. Задание, установленное Министерством обороны для муниципального образования в городе Сочи, выполнено на 110%. При задании 435 человек в Вооруженные силы Российской Федерации отправлено 500 человек призывников жителей города Сочи. Основная масса призывников распределена в сухопутные войска, а 5 человек в этом году зачислены в президентский полк. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. Праздник семьи, любви и верности сегодня отмечают по всей стране. В Краснодарском крае уже с утра прошли божественные литургии в честь святых Петра и Февронии. Традиционно в этот день глава Кубани наградил многодетные семьи, которые приехали со всего края. Медалями «Родительская доблесть». Собравшихся в зале также поздравил митрополит Екатеринодарский Кубанский Исидор. Губернатор отметил, что многодетные семьи – это опора нашего края и, безусловно, приоритет для власти. Праздник относительно новый. А вот самых первых дней вашей жизни, я уже не говорю про совместную жизнь, у вас всегда была любовь, семья и верность принципом жизни. Есть ли праздник, либо его нет. Семья – начало-начал. В семье начинается рост большого гражданина. Семьи начинается патриотизм, с семьи начинается любовь к Родине, с семьи начинается желание что-то в жизни добиться, сделать. И для себя, и для своей семьи, и для других, что очень важно. Все начинается с семьи. Семья – начало-начал. Я хочу вас поздравить с этим праздником. Семьи у вас крепкие, друзья. Пусть они будут здоровыми. Благополучие, финансовых возможностей. Храни вас всех, Господи. Праздникам. В этом году из рук губернатора и митрополита медали «Родительская доблесть» получили 14 семей. Самое большое из них растят с семерых детей. А в случае медали получили самые крепкие семьи. Расскажет Ольга Десятого. День будний, а служба торжественная. Под своими сводами собор Михаила Архангела собрал десятки прихожан. Сегодня православные отмечают День памяти святых Петра и Февронии. После службы большой колонны, прихожане и духовенство из храма вышли крестным ходом. Он завершился на площади Узакса, где установлен памятник Петру и Февронии. Они считаются покровителями семьи и врака. По легенде, муромский князь Петр взял в жены простую крестьянку Февронию. И ради любви отказался от престола. Мы также сегодня обращаемся и к людям неверующим. Что если вы даже не веруете, давайте будем сохраняться как народ, как нация, как государство, как семьи. Об этом сегодня наша молитва. Об этом сегодня и к этому призывает церковь. День памяти Петра и Февронии больше 10 лет назад шагнул из церковного календаря в каждую семью. Теперь ежегодно 8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Его даже называют альтернативой Дню Святого Валентина. Праздник молодой, но уже имеет свои традиции. Одна из них – вручение медали за любовь и верность. Ее получают самые крепкие брачные союзы. Те, кто прожил вместе несколько десятков лет. Среди них Леонид и Татьяна Любимовы. Сами любят шутить. С такой фамилией были просто обречены на долгую и счастливую совместную жизнь. Вместе уже 53 года. Встретились мы в пионерском лагере «Голубок» в Донецкой области. Она была физруком мастер спорта, а я был вожатым. Вот так и встретились. Вот там и любовь пошла. Медали за любовь и верность Анатолий Пахомов вручил 26 семьям. У самого мэра и его супруги Елены двое детей и трое внуков. В счастливом браке они уже 38 лет. В первую очередь это чувство, любовь, которые действительно человеку прощают рядом с тобой, который находится человек. Ты ему можешь очень многое простить. А потом, конечно, это плод любви, это наши дети. Я думаю, что дети – это и есть самый главный фундамент и самый главный цемент хорошей супружеской жизни. Потому что есть ответственность. Ответственность за воспитание детей, ответственность за то, чтобы они были счастливы. Кстати, в Сочи с начала года родились почти 3,5 тысячи малышей. Свои отношения узаконили 2219 пар, для которых теперь 8 июля станет праздничным. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Чемпионат России по вольной борьбе в Сочи назвали одним из лучших в истории. Впервые турнир прошел в нашем городе во дворце спорта «Айсберг» и собрал 370 вольников из 38 регионов страны. Команда Краснодарского края была представлена 10 борцами. Чемпионат России – один из главных этапов отбора в национальную сборную для участия в предолимпийском чемпионате мира. Он состоится в сентябре в казахстанском Нур-Султане. Именно там будут разыграны первые лицензии на Олимпиаду в Токио. Поэтому в Сочи спортсмены демонстрировали свои лучшие приемы. Страсти кипели и на трибунах. В чемпионате участвовали ведущие борцы сборной России. Заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса, призеры чемпионатов мира и Европы. У российских борцов лидирующие позиции в мире и есть огромный потенциал, нарабатывают его вольники в Сочи. Каждый спортсмен мечтает на Олимпиаду попасть. Поэтому будем стараться, пока у нас есть чемпионат мира, попробуем попасть туда. Мы регулярно тренируемся в спорткомплексе Александра Карелина. В гостинице весны проживаем. Очень шикарные условия. Спортзал как для джудаистов, так и для борцов. Все на высшем уровне. Дагестанца Саида Гамидова называют перспективным спортсменом. В будущем у него есть все шансы стать лидером тяжелого веса. Саид не подвел тренеров, впрочем, как и его товарищи по команде. Сборная Дагестана по вольной борьбе стала сильнейшей на чемпионате России в Сочи, завоевав 18 медалей. Успешно выступили и кубанские спортсмены. У местных борцов также есть все условия для сборов и тренировок. Если говорить в целом о том, какое внимание и лично губернатор уделяет этому виду спорта, все вы знаете о той программе, которая у нас принята. До 2023 года в Краснодарском крае, в каждом крупном муниципальном образовании, а их у нас 44, должно появиться по центру единоборств. Сочинская федерация спортивной борьбы приняла активное участие в подготовке чемпионата России. Занимаются сочинские вольники в спорткомплексе Александра Карелина. Рука об руку с именитыми спортсменами. А накануне юные борцы стали еще и свидетелями чемпионских схваток. Все наши мальчишки, а их у нас уже 1500 человек, они присутствуют здесь, смотрят, общаются с мастерами, общаются с олимпийскими победителями нынешними прошлых лет. Для мальчишек это большая честь. У нас есть договоренность с главными тренерами сборной о том, что одаренные сочинские, крестнодарские, то есть всего края дети присутствуют на сборах, участвуют, живут бесплатно, питаются, занимаются. Представляете, это какой опыт. И, соответственно, конечно, после этого, хочешь не хочешь, должен выиграть. Результаты чемпионата страны будут учитываться при формировании национальной сборной для участия на чемпионате мира. Состав команды станет известен в августе. Ольга Десятого, Инга Габеша и Михаил Губинин, телекомпания ФКТ. Сочи претендует на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону. Но не в этом году, а в 2024-м. Об этом сообщает официальный сайт Международной Федерации бобслея и скелетона. Помимо нашего города, на проведение соревнований претендуют канадский Уистлер и немецкий Винтерберг. Место будет определено в следующем году. На ближайшие же два года расписание чемпионатов уже составлено. В 2020-м турнир пройдет в немецком Альтенберге, в 2021-м – в Лейк-Плесиде. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях в группах «Говорит Сочи». В Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok